Всем привет! В эфире ProNet. Предлагаем вам в очередной раз совершить увлекательное путешествие в мир технологий, гаджетов и концептов. И вот о чём пойдёт речь в ближайшие пять минут. Право голоса. Говорящая помощница Кортана займёт своё место в новой версии Windows Phone. Очки Google Glass для пожарных. Новые способы применения гаджета. У телефонов, работающих на операционной системе Windows Phone, скоро появится собственный голос и даже привлекательная внешность. Дело в том, что голосовая помощница Кортана, о которой мы рассказывали осенью, всё же станет частью мобильной операционки. Случится это уже в апреле этого года, одновременно с релизом обновлённой Windows Phone 8.1. Кортана — это по сути клон эпловской помощницы Siri. Появился этот персонаж на базе фэнтезийного шутера Halo. В компании возлагают большие надежды на новинку и планируют внедрить персонаж не только в мобильную версию, но и в игровую консоль Xbox One. Более того, ассистент может появиться и в десктопной версии операционки. Увы, голосовая помощница изначально будет говорить только по-английски, но вполне вероятно, что лингвистический арсенал Кортаны расширится. Она по задумке должна уметь самообучаться и приспосабливаться к предпочтениям пользователей. И вот что ещё происходит в Техномире. В китайском интернете заработал паспортный контроль. На днях Государственное управление по радио и телевещанию КНР обязало граждан страны указывать свои реальные имена и подтверждать их копиями паспортов при регистрации на видеохостингах. Требования распространяются только на местные сервисы, но учитывая запрет на YouTube и прочие зарубежные сервисы подобного рода, ограничение будет работать повсеместно. Таким образом, власти Китая намерены бороться с сомнительным видеоконтентом. Intel готовит сокращение. Крупнейший производитель компьютерных чипов планирует сократить до 5% своих сотрудников по всему миру. Это около 5000 человек. Такой шаг связан со слабыми финансовыми показателями по итогам 2013 года. И ещё немного о помощниках, которые всегда рядом. Очки Google Glass, похоже, выходят на новый уровень взаимодействия с пользователями. Яркий пример – это пожарный Пэтрик Дженсен, по совместительству являющийся и программистом-самоучкой. Он сейчас в процессе разработки приложения, которое может значительно улучшить работу его коллег. Программа уже выполняет простые функции, среди которых приём сообщений от диспетчера и обнаружение ближайших пожарных гидрантов. В дальнейшем приложение будет выводить на экран схемы и планы помещений, а также порядок действий при извлечении пассажира из искорёженного автомобиля той или иной модели. В ролике представлена только визуализация возможных способностей софта, но Джексон уверен, что уже через полгода представит полностью функционирующую версию. Очки, скорее всего, будут использоваться в качестве координационного центра, при помощи которого можно давать указания тем, кто находится внутри горящего здания. Одна из причин такого применения в том, что очки просто не помещаются под стеклом защитной маски. Джексон надеется, что когда-нибудь Гугл выпустит версию очков для пожарных, но и сейчас возможности гаджета его радуют. В будущем программист надеется заработать на своём приложении. Но учитывая стоимость и нескорый релиз очков, а также специфичность продукта, рассчитывать на прибыли всерьёз не приходится. В завершении выпуска, как обычно, видеопозитив и сети. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ На сегодня всё. Вы смотрели программу ПРОНЕТ. Все наши выпуски ищите также на сайте канала 24KZ и оставайтесь онлайн.